Температура воздуха увеличилась заявка именно по вопросу нехватки газа или, будем говорить, отключения газа по городу Шымкент. Особенно эта ситуация у нас участились по микрорайонам Самал, Малый Самал, Катьпас-2, это микрорайон Ахжаев в частности, потом 112-й квартал, район Хамзы, потом микрорайон Бам и Академгородок последние два дня, потом район ДСР, район магазина Рахат. В этих микрорайонах, в этих участках участились отключения индивидуальных ширпоупотребителей. Это связано с тем, что появление конденсата на регулятор, регулятор давления, то есть регуляторы снащены автоматиками безопасности, безопасность срабатывает, в результате потребитель остается без газа. На сегодняшний день мы всю ситуацию контролируем, как бы поступление заявки на номер 104 у нас аварийная служба, круглые сутки работает. Раньше у нас там 104 работало два аварийного, то есть телефонного аппарата, в данный момент оснащены они четырьмя аппаратами, то есть четыре номера сразу поднимаются, в общей шесть аппаратов стоит. То есть у нас в каждом микрорайоне есть улицы, здесь у меня записано, я так думаю, нет необходимости улицы зачитывать. Например, САМАУ-1, САМАУ-1, например, 22-го поступило 120 заявок, 23-го 129 заявки, 24-го 119 заявок, 25-го 90, 26-го 84, 27-го 56 заявок, за вчерашнюю ночь 22 заявки, то есть за 28-е. Потом идет у нас 14-й ПГБ, это 112-й микрорайон, улица Хазиева, там тоже. То есть на САМАУ-1 у нас в общих количествах потребителей в этом микрорайоне получает 2872 абонента. Из них то, что я сейчас продиктовал, заявки, которые ежедневно нам поступают, у одних и тех же абонентов практически получается несколько раз в каждые сутки срабатывает. Это в процентном соотношении от потребителей того же ПГБ, то есть около 3% составляет. Ну, процент это. Я, в общем, для информации вам говорю. Нет газа или камня? Там перебои происходят, когда срабатывает автоматика безопасности в связи с поступлением там влаги, срабатывает, естественно, прекращается подача газа. Потом по мере поступления заявки наши работники выходят, приезжают, продувают, сушат, возобновляют подачу газа. То есть все заявки, поступленные, когда на улицу приходят работники, то есть созданные бригадой, круглые сутки практически работают. По мере поступления даже абоненты сами ловят, там же заявки оформляются и по ходу на местах тоже эту работу выполняем. Так, по 14 ПГБ, это по улице Казиево установлено, это 112 квартал. Всего количества потребителей... Как это будет продолжаться? Как только понижаться будет температура, перебои всегда до года теперь или как? Давайте к этому вопросу чуть попозже вернемся. То есть все прочитаем, в каких микроайнах что было, потом на ваш вопрос отвечу. Хорошо. Здесь нет, на азив необходимости, дайте общую цифру. Скажите, что ежедневно там 3 тысячи... Хорошо. Ежедневно от 250 до 800 абонентов поступает. Вот последние три дня есть тенденция на уменьшение. То есть в связи с тем, что мы работников и сейчас увеличили до 150 работников круглосутки практически работают, технику выделили, продуваем газопроводы, где накопление конденсата обнаружено, в этой связи она уменьшается. Но мы думаем, планируем, что такие моменты, возможно, появятся, но на очень малом количестве, потому что большой период холодов, мне кажется, уже прошло. В этой связи на будущем, я считаю, не должно быть такие заявки. А если слово «похолодает»? Если похолодает, я так думаю, это заявки не должно вообще-то по-хорошему наблюдаться. Но как кардинально, вы решили эту проблему сейчас? Я сказать, что кардинально, что искоренил вопрос, не могу сказать. Возможно, появится, но не в таком количестве должно быть. Потому что из опыта прошлых лет, из опыта прошлых наших регионов, такие ситуации бывают с похолоданием. Действительно, когда газ попадает из подземного газопровода, поднимается на надземный, действительно, в этих местах образуется конденсат. Этот конденсат обычно собирается на заниженных местах. Вот, например, по одной улице газопровод идет, не повсеместно у каждого потребителя она появляется, но через два, через три. Например, по улице потребляют газу, будем говорить, сто домов, из них там 20 или 15 домов, вот так получается. В тех местах мы уже как бы продувку произвели, по-хорошему не должно быть. То есть гарантировать, что это не повторится, вы не можете? Гарантировать не могу, возможно, появится, но если появится, мы будем этот вопрос экстренным мером принимать решение. Отработается. То есть минус 10, это уже катарсис для города? Почему вы считаете, что минус 10 по всему городу должно быть? Я же вам говорю, что из всего, например, по городу потребляют 179 тысяч абонентов, потребляют газу, из них у 700-500 абонентов получились проблемы. Это не значит, что по всему городу эта ситуация получилась. Да, бывают такие ситуации, и прошлые годы тоже бывали, но по мере возникновения работниками, силами работников Кастер-Ансгазаима, Уин Башемкент, данный вопрос решается и будет решаться. Вы хотите сказать, что в верхнем и нижнем отраре живет 700 абонентов? Я... Вы сказали, что всего у 700 абонентов были перебои с газоснабжением, и тут же перечислили, что они... Вы только заедаете вопрос насчет верхнего и нижнего отрара. Про него я вообще ничего не сказал. Я скажу вам так. В верхнем и нижнем отраре перебоя газоснабжения не было. Там было снижение давления. Снижение давления почему? Потому что потребители без разрешения поставщиков устанавливают дополнительное газопотребляющее оборудование и увеличивают свое потребление. В этой связи там не хватает пропускной способности газопровода и оборудования. Все оборудования сейчас в данный момент переведены на зимний режим. То есть на максимальный режим поставленный. Об этом потребители, у кого заявки есть, они получали предупреждение. В основном этот нехватка давления чувствуется у крупных, не крупных панельных домах, у крупных, там двухэтажных, трикэтажных дома, там частные дома построены. Они эту ситуацию знают, они были предупреждены. Ну, этот вопрос, летний период, необходимо строить там за кольцовку, за кольцовку и протянуть газопровод. Это за счет частных самых владельцев должны устроиться. Давайте будем обсуждать с жителями многоэтажки, а не часы. Многие этажки, я вам скажу, именно в верхних и нижних отрарах дома не рассчитаны на установки проточных водонагревателей и не рассчитаны на установки автономных котельных. Многие потребители самостоятельно установили на те газопроводы, там стояки проходят диаметром 20. То есть газопроводы в крупных панельных домах рассчитаны только на газовые плиты. Абоненты, которые самостоятельно установили проточные водонагреватели или отопительные котлы, вот они нарушают эту ситуацию. Естественно, гидравлический расчет не выдерживает, абоненты нужный объем не получают в пиковые моменты. Вы хотите сказать, что в отдельно взятом микрорайоне число тех, кто установил автономное отопление, гораздо больше, чем в соседнем микрорайоне Сайран, например, или Север? Вы это хотите сказать? Возможно. Возможно такое. А можно статистикой тогда оперировать, что в микрорайоне Север установлены? Я эту ситуацию просто с собой не взял. Я не могу вам сказать по номерам домов, например, с какими-то домами, сколько там установили, потому что у нас в базе данных числятся только те газопотребляющие оборудования, которые с нашим разрешением выданы. Если там поставлено дополнительное газопотребляющие оборудование без нашего ведома, то есть без ведома поставщиков, это нарушение. В данный момент создана комиссия вместе с местными властями, будет сейчас создана газотехническая инспекция, будет этот вопрос отрабатываться и по выявлению отключаться те потребители. Раньше газ был не в подземном? Не в подземном? Не в подземном? Не шел только по воздуху? Или всегда в подземном? Раньше основное, высокое давление было и среднее давление основной части было подземное, а в надземном газопроводе все основные газопроводы низкого давления были в надземном исполнении. То есть поэтому, то есть это тоже причина? Это не особо такая причина, это ситуация, я же вам говорил, еще раз повторюсь, это и раньше была, но не в таком количестве, конечно. Продолжение следует... Продолжение следует... Это очень много технологий. Например, если мы не знаем, что это 60-х годов? Как это было? Вы говорите, что это не так. Но это не так. Но это не так. Если вы получите такие большие микрорайоны, как Достык, Асар, это было 14 лет назад. Я посмотрел на это, что этот анализов. В микрорайоны, и все, Достык, Асар, это очень много страны. А сейчас я смотрю, это не надо. Это не так. Это не так. Это не так, что это не так. Это не так. Мы не говорим, что это не так? На этом случае вы думаете, что вы получите хорошие продукты. Давайте я. Осы жағдай қайталан басын, біз газопроботтарда жаңағы продуктын жасап, конденсаттерын барлығын шығарып, саректер жасап жатырмыз, жұмышыларын барлықтарыны, қажетті аборуду неломен асына стилей, техники езд. Осы жағдай қайталан басын, біздің жаңағы газ кубырларында жаңағы конденсатты газ кубырларын шығару жұмыстарын атқардық, және алдағы оттарып тірпі койамыз. Осы жағдай қайталан басын, біздің 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 жағдай қайталан басын, бізді� Негізгі себептерден баған амбаса отыңызға, 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 Амбасызға, Абаса отыңызға, Амбаса 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 отыңызға,